Медиа-центр города Степногорск Когда начал специализироваться на рок-музыке, наверное, это был 2005 год. Мне тогда было 15 лет. Первый раз я пришел на репетиционную базу. Ну, как таковых репетиционных баз тогда в нашем городе, к примеру, не было. Это было что-то, ну, типа такого кружка, наверное, где стояла там ударная установка, там какие-то гитары у кого-то из ребят было, и я туда просто попал через какого-то знакомого, не понимаю как. Пришел я вот в то место, где вот творили ребята уже что-то, увидел по-настоящему вживую барабанную установку и попробовал там что-то постучать. Знакомство с этим вот началось в 2005 году. И все, после этого я как сумасшедший просто. Музыкой занимаюсь с лет 16, ну, с перерывами, получается, много лет не играл, лет 7 работал на грузовиках, ездил в Европу, Россию. Поэтому, ну, гитаре вот последние сейчас два годика, два-три года уже вот вернулся к гитаре. Я занимаюсь музыкой с 2003 года. Любовь к музыке пришла, видимо, с кровью отца. Все-таки вместе мы как-то, ну, перенял я от него это все дело. Это было еще на пластинках, слушали. Я совсем маленький был. Я проехался на пластинке Led Zeppelin. Она стоила там, ну, порядка 100 рублей. То есть это практически пол зарплаты надо было отдать за эту пластинку. Вот. Но он не ругал ничего. Ну, это вот, можно сказать, это вот истоки. Я проехался на пластинке Led Zeppelin. Именно рок-музыкой начал заниматься просто потому, что это большая такая энергетика. И наряду, допустим, с какой-то сэмплированной музыкой там. В начале 2000-х там к нам вот так повалил всякий там рэп, хип-хоп, к примеру, там дядя Децл, к сожалению, которого сейчас уже не стало, он там занес к нам вот эту рэп-культуру. Это тоже была большая такая волна. Но когда я в первый раз услышал вот такое настоящее живое звучание электрогитары там с барабанами, я просто офигел. Сразу же променял рэп-музыку на настоящий вот такой вот живой рок, потому что это большая энергетика. Это, ну, не знаю, неповторимые эмоции от прослушивания просто даже. И сразу же просто такая идея навязчивая. Я хочу делать так же. Извлекать звуки вот подобно вот этим всем группам. Там первые рок-группы, которые я увидел, это, конечно, западные там артисты. Группа Queen, к примеру, или Nirvana, или Metallica. Вот. Ozzy Osbourne такой, очень экстраординарный дядя, повлиял очень сильно тоже. И поэтому все, сомнений, вопросов никаких не было. Хочу заниматься рок-музыкой. Хотя на тот момент вообще не представлялось это возможным никак. Но все же вышли потихонечку на эти возможности. Солдат шел по улице домой и увидит этих ребят. Что лучше, мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама, анархия. Папа, так анархия. Мама, анархия. Папа, так анархия. Да, самоушки сами. Хотелось быстрее играть, как мы молодые были. Никогда не хотел учить вот это сидеть. Как таблицу умножения в школах мы не любили учить. Также я не хотел учить, но вот это сидеть. Мне хотелось быстрее сразу. Гитару я освоил в первую очередь. Вокал мне открыл мой учитель Сергей Валентинович Гопоченко. Он сейчас в Москве. Хороший сексофонист. Отличный человек. Вот это мой учитель. Вот ему привет огромный. Дал много как бы. Открыл голос мне. Я тоже самоучка, как и все остальные ребята. Все во дворах, все своими силами. Изначально вот я как засел вот за вот эти вот кастрюли всякие там, за барабаны. И так продолжаем. Приходилось разные жанры петь. В основном предпочитал Валеру Кипелова петь. Это группа Ария. Как бы с него много снимал, много брал. Он бы как бы не был для меня кумиром как таковым, но тоже азы от него брал я как бы. С зарубежных тоже брал, слушал, то есть как они это вообще вытворяют как-то. Они делают. Вот. Ну все-таки скорее всего от Кипелова больше. То есть мне говорили вот у тебя голос похож на него. Туда-сюда типа развивайся в этом направлении. Ну и было модно просто. Есть группы, которые я очень люблю. И все больше и больше с каждым временем. Начиналось с группы Металлика, Мегадет, Скорпионс. Я думаю вы знаете в любом случае такие группы легендарные. Ну и больше к тяжелому сейчас как Асселедайн группы. Инфлеймс. Такие. Ну все пробовали и как говорится и попсу поиграть и все по чуть-чуть. Какие-то видеоролики, смотрели клипы, смотрели видео уроки там. Кто-то там с интернета скачивал. Кто-то скачивал. Это еще на тот момент не было особо такого доступа в интернет. Представляете мы информационно еще ограничены были в этом плане. То есть мы как ошалевшие все это где-то искали. Я помню мне мой друг, товарищ и посовместительствующий родственник записал на диск. Там уроки какого-то барабанщика, который там эти уроки записывал еще в 80-х годах. И вот эту вот древнюю школу, видеошколу я смотрел. Потихоньку начинал там что-то тынь-тынь-тынь стучать, работать. Вот так все это проходило обучение. На сценах в 2004-2003 уже начали мы выступать. Это была группа такая давным-давно, Монолит. Отличные ребята, я их всех помню. Вот оттуда как бы началось все. Потом я уехал в Россию, туда-сюда как-то пожил чуть-чуть. Приехал обратно. Ребята молодые мне позвонили. Здравствуйте. Можно Робу, можно. Типа туда-сюда приходи. Я говорю, хорошо, приду. Ну и вот с того дня мы начали играть. Это был 2007 год. Мы вот с Романом являемся как основателями этого коллектива. Помимо нас было еще два участника в этой группе, которые основывали этот коллектив. Группа называется Табенд. Я пробовал работать там на Крайнем Севере, в Юго-Восточную Азию уехал, посмотрел, как это все. Но понял, что без музыки жить не получается вообще никак. И вернулся вот в этот подвальчик. Под пальмы убежал. И вот нахожусь здесь. Немножко прохладно все, но зато с любимой музыкой и с любимыми друзьями. Ну, в общем, здесь на базе каравана мы репетируем уже в течение года. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмее, и как часы затмее, ждем света и земли, и видим сны. И сида нам не рога, как матруба, и это ледяная зима. Бывает, пою. Мне приходится, мне надо репетировать, я не только дома, я на работе. Где-то цех большой там, пою. Пацаны ходят, говорят, ты что, надо репетировать новую песню. В основном здесь, да, репетируем. Ребята тоже, они, наезжают, дома, дома побольше, дома работают. Я думаю, будет побольше времени, будем работать побольше. У нас даже были сольные концерты. Здесь, в Степногорске, получалось это все делать. Опыт был прокатиться по Акмолинской области. Ну, это вот, как Читав, к примеру. Даже такие районные центры, или как это называется, там, ну, даже не города, даже туда заезжать умудрялись, к примеру, в Шортендах мы играли. Тоже было достаточно интересно, такой экспириенс своеобразный. Астана, куда же без Астаны. Будем выступать гораздо чаще. Ранее у нас такой был даже небольшой график. Мы там старались раза два в месяц куда-то съездить, что-то выступить, где-то поучаствовать. Вот сейчас немножко оборот избавили. Почему? Обновился состав. Прошла такая оптимизация нашего состава. Вот, и сейчас немножко у нас оборот избавлен. Но в планах это все исправить. У нас в планах запись альбома, полноформатного и дебютного альбома. Кто спрашивает, вот вы группа, группа А, есть что послушать? Ну, есть, там, 3-4 песни записанные, там, с горем пополам. Поэтому хотим записать, чтобы люди слушали их уже. Своими силами пишем. Слава Богу, сейчас все есть. Играть, играть и играть. Петь. Только так, только после себя оставить, чтобы сын видел, радовался. Родители радовались. Рок-музыку в узких таких кругах воспринимали до недавнего времени очень хорошо. Сейчас, как бы, как таковая рок-музыка, она немножко, может быть, ушла в подполье. Но наше дело переживает не очень сильно такие лучшие моменты, ну, в мировой такой индустрии. И если бы мы дали возможность каждому, вот, как это вживую, посмотрите, какой драйв энергетика, пусть косячна, пусть сыра немножко сыграна, но по-гаражному, по-настоящему живо, мне кажется, люди бы на это, ну, подсели бы, так сказать. Это все волнообразно, мы ждем еще раз своей волны. Поэтому сейчас спокойно, но в узких кругах все-таки горячо. Опускаются руки, поднять уже лень. Сдохнем все ведь от руки, дайте же пару летей. Бледнее пешеходы, ведь при чем корабли. Может, хватит кусаться пар, срываться с сети. Ты такая, где смогли, тебя другим не понять. Разребу стали уродом, ты стучи ее, понимаешь. Никуда тут не исчезнуть и некому прибежать. Такая в жизни сапара, такая в жизни твою мать. Ну что, мой друг, устал ты вдруг, как за полный друг. Где этот круг? Где этот круг? Ты свой мой друг. Ведь этот круг, там где твой друг. Новые материалы, прощай, коллега Тимбан. С тобою было стабильно, пусть минимально в карман. Пять минут утешения, потом дожди, мокрый снег. По свету ходят мишени, а ты нацелен на грех. А может, все не так сложно, дожди, гада пройдут. Ты понимаешь, немного стучатся в трое, не пойду. В тихи грязная область, да и до нитки промок. Вчера сорвался с кровати, держаться больше не смог. Ну что, мой друг, устал ты вдруг, как за полный друг. Где этот круг? Где этот круг? Ты свой мой друг. Ведь этот круг, там где твой друг. Ну что, мой друг, устал ты вдруг, как за полный друг. Как за полный друг, где этот круг? Где этот круг? Ты свой мой друг. Ведь этот круг, там где твой друг. Проект anni И все мой друг, устал ты вдруг, как за полный друг. Это прямо где ты вдруг, как за полный друг. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!